А самые горячие экономические темы, как то награждение предпринимателей года, которое пройдет сегодня и которое вы можете увидеть в эфире телеканала ЭТВ+, а также проект государственного бюджета, мы сегодня в нашей студии Кофе Плюс обсудим с экономическим журналистом Постемиас Андресом Реймером. Доброе утро, Андрес. Доброе утро. Давайте попробуем начать с такого небольшого прогноза. Сегодня вечером станут известны лучшие предприниматели года и в категории «Экспортер года» три номинанта. Это «Валюэсти АЭС», «Шиши АЭС» и «Коду Майя». Кто, на ваш взгляд, станет победителем? Из этих трех выбрать мне лично очень трудно, потому что они все три очень мощные, хорошие, инновативные и успешные предприятия. Но если посмотреть результат предыдущих конкурсов, тогда, например, в прошлом году выиграло предприятие «Топ Марина», которое производит из пластмасса и травесина плавущие причалы для лодок предприятия на эстонском капитале. И я думаю, что вот это предчастие эстонского капитала станет одним преимуществом этого конкурсанта. Другое – это, конечно, если экспортер, это должен быть экспортер, который имеет какие-то инновационные подходы к своему делу, к своему продукту. И в этом плане у всех этих трех есть свои преимущества. Если загадывать или догадаться, тогда мне лично кажется, что в такой прошлый период и в этом году очень успешным являлся деревообрабатывающая отрасль. И связано с строительством. Ну, тогда ответ уже почти очевиден. Но я не могу быть уверенным, что я такой хороший погадальщик. Ну, получается, что кодумаем все-таки, да? Но я этого, конечно, не знаю. Но подсказывает даже то, что это. Среди зарубежных инвесторов тоже три номинанта. Название лучшего – Trading House STIS, West Aqua Invest OU и Geltwin STIS. Какое из этих трех предприятий, на ваш взгляд, может… Я для зрителей уточню, что West Aqua Invest OU – это завод «Аквафор». Действительно, это тоже вопрос не из легких. Потому что, если говорить об этом конкурсе, туда же 400 предприятий передадут свои данные. Они выступают как в необычном роли. Обычно бизнес желает каким-то образом работать так тихо, спокойно. И говорят, что деньги нуждаются тишиной. И внимание прессы им чуждо. Да, точно. И вот рынок сам будет определять, кто лучше. И на этот конкурс 400 предприятий предлагают все свои данные. И эти данные по их экономической деятельности станут публичными. В Эстонии в любой случае данные о предпринимательстве довольно публичные. Но для этого надо платить, если из делового регистра купить этого. Но это все будет видно. Мне лично очень трудно выбрать из этих трех предприятий. Но, кстати, на основе 400 фирм, на основе данных, которые они представят, будет выбрано лучшее предприятие года. И там все 400 будут конкурировать между собой. Там действительно очень большой список. Просто если есть отдельные номинации, где они конкурируют по трое, то 400 будут конкурировать за звание самого лучшего предприятия года. Давайте перейдем к теме государственного бюджета. У нас очень много говорится о том, что это проект консервативный. Что экономический рост составит 2,6% в следующем году. Но сегодня создается ощущение, тут я хочу процитировать Райва Вара. Восстановление транзита товаров через Эстонию в ближайшее время ждать не стоит. Фермеры, как мы все знаем, что на сегодняшний день требуют помощи от государства. Второе количество туристов, неумолимо, особенно туристов из России, неумолимо сокращается. Получается, что сегодня бюджет перекладывает деньги из одного кармана в другой. Мы берем деньги за счет повышения акцизов из кармана жителей, перекладываем в государственный бюджет и потом распределяем в виде уменьшения налогов. Или я сейчас не прав? Мы очень прав. И это беда Эстонии последних 10 лет приблизительно. Это уже давная критика, что у наших правителей не хватает инновативных идей, каким образом создавать какие-то ценности и создавать доход. Единственное, что на государственном уровне выдумали в течение последнего года, это какие-то рычаги через налоговый департмент, как больше денег вытягивать из кармана предпринимателей. Как раз то самое повышение акцизов, против которого вы сказывались очень многие. Ну, акцизы будем платить мы все. Я имею в виду ограничение использования автотранспорта и декларирование всех чеков выше тысячи евро. Да. И эти шаги действительно принесли государственный бюджет, какие-то дополнительные доходы. Но, по-моему, эта оценка тому, что этот успех продолжается и в следующем году, не столь верной. Но, кстати, вот этот законный проект по поводу служебных автомобилей, он принес намного меньше ожидаемого. И налоговый таможенный департамент признал, что эти цифры совершенно не схожи с теми, которые планировалось получить в госбюджет. Получается, что идея провалилась. Я лично тоже довольно критически к этому шагу отношусь, но к шагам налогового департамента, наверное, было бы несправедливо относиться так детально. В этом плане, что у них существует какое-то общее видение, общий план. И надо посмотреть, каким образом все эти меры вместе взяты будут действовать. Андрес, министр финансов Свен Сестер, когда сидел на том же самом стуле, где сидите, говорил, что у нас всего две модели. Одна – это повышать акцизы и, соответственно, понижать налоги на рабочую силу. Вторая – повышать налоги на рабочую силу и понижать акцизы. Так ли это на самом деле или есть третья модель, когда мы можем зарабатывать прибыль извне все-таки? Я думаю, что существует и третий, и четвертый, и пятый модель. Но мы об этом не слышали. Вопрос в том, что наше правительство, наш Ригевогу работает на очень коротком периоде времени. Это период между выборами пять лет. И это не способствует развитию каких-то новых, инновативных идей. Потому что через каждые пару лет добавляются еще местные выборы. Партии должны как-то саниматься тем, что можно вытягивать из нынешнего момента. И это такой подход, проектный подход к строительству экономики. Да, строительство государственной организации экономики, оказывается, мы выйдем и в этом костбюджете. Но сказать, что этот бюджет плохой, это было бы… Несколько своевременно и преждевременно. И несправедливым. Потому что в этом контексте сделано самое лучшее. Но действительно, что вызывает какую-то критику, это то, что прогноз доходов реализуется это или нет. Потому что мы зависим от экспорта. Наши все основные рынки, в общем, такое тяжелое положение. В первую очередь Россия. Наши соседи Финляндия, Швеция, которые тоже связаны с российской экономикой. И те успехи, о которых наши министры и политики говорят на азиатских рынках, эти должны еще совершаться. Увидим развитие событий уже в скором времени. Увеличение экспорта, кстати, нам отбещает сейчас министр внешней торговли. Сегодня в студии у нас был экономический журналист Постима Сандрес Реймер. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли.